Церковь начала ходить недавно. В подаваемых записках всегда писала всех близких, потом узнала, что писать может только крещеных. Не так давно выяснилось, что нужно учитывать, ходят ли или не ходят ли упоминаемые люди в церковь. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. В какой момент службы и кем читаются эти записки? Как просить человека, если не знаешь точно, ходит он в церковь или нет? Если человек крещен, но не ходит в церковь, по состоянию здоровья, в какую записку правильно надо писать? Вы знаете, возьмём записки для литургии, потому что молебния можно, в принципе, писать, ну, всех практически. Иоанн Гроштанский, когда у людей попросили подополниться о здоровье, он там молебен на них совершил. То есть люди вообще наславные. Так что вот молебно тут в этом смысле всё попроще. А вот имеется в виду записка на литургию. Здесь, естественно, надо писать, что, естественно, они должны быть членами церкви. То есть они должны быть как минимум крещённые. Не крещённый человек, естественно, он не член церкви. По определению. А дальше, понятно, что вот Эленин, он был тоже крещённый человек. Он блатист. Его, естественно, поминать нельзя. Один батюшка пытался его помянуть, ну, из каких-то вот таких вот общих соображений, что он крещённый, вот и, может быть, даже покаялся перед смертью. Есть такие какие-то вот, так сказать, сказания, да, там, что вот он, мое-то, Трифону покаялся, вызывал его, там, вот тут как-то вдохновился этой мыслью, хотел его помянуть на «Порской комедии», взял частичку, и она у неё упала, он её потерял. Не смог он донести до дискоса. Значит, может быть, незастаточно Владимир Ильич покаялся в своих грехах. Решить-то легко, а потом пока не очень просто, вот слово сказать, один человек охудил Богу много, а потом перед смертью решил покаяться. Когда священник пришёл, принял его исповедь, у него произошёл спазм мышц челюсти, и у него зубы зажались, он не смог их разжать, чтобы принять частичку. Он даже взял молоток и бился по зубам. А они всё равно не разжались. Ну вот так бывает, к сожалению, для людей, которые… это покаяние, это не просто так, знаете, грешишь-брешишь, потом при смерти расскажешь, как некоторые думают, и всё будет прочтено. То есть, надо по-настоящему покаяться. Это было не так просто. Особенно, как и науке, это не делось, только на протяжении всей жизни. Поэтому вот крещённый и верующий человек. Вот здесь есть разночтение. В разных храмах по-разному. Иногда говорят, что вот он должен причащаться. Только так. Вот если причащается, там, раз, там, сколько-то в году, тогда можно писать его. Но я в этом смысле более либеральный батюшка. Я считаю, что если человек верит в Бога, сознательно отвергает церковь, Бога, церковь, Христа, на примитивном уровне признать всему веру. То есть, Христос – это Бог, Бог-человек. Я в Бога верю. Такой вот христианин по такой вот вере своей, не по жизни, к сожалению, но по вере. Да, и крещённый, но так вот верит всё-таки основные положения церкви. И церковь про слово не отвергает. Это тоже очень важный момент. Как некоторого Бога верят, но церковь не принимает на дух, что называется. Нет, он церковь принимает человек. То такой человек, я считаю, это моё мнение, такой человек можно напоминать записку, потому что всё-таки он человек верующий. Пусть и недостаточно многочестивый, и не ведущий на достаточно церковную жизнь, но мы как раз записки пишем, чтобы человека подвигнуть к спасению. Ну вот, если молиться человеку, может быть, его вера укрепится, и он дойдёт от церкви. Дойдёт от церкви. И, так сказать, у нас тоже ведь вера, как сказано ещё на Писании, если будет ваша вера горчичная, то есть очень мелкое маленькое зернышко, скажешь, горы, двигнись, и веришься в море, так и будет. Ну и что, мы с вами горы двигаем, да, верующие люди? Нет, к сожалению, нет. Мы себя подвигать не можем иногда, чтобы правила прочитать вечернее так вот, не рассеянно, не то, что там горы. Поэтому не будем никого осуждать, но всё-таки придерживаться, что человек должен быть крещён и верующий, это всё-таки надо, потому что сам Христос на своей молитве, как сказал, не о всём мире молюсь, а то о тех, кого ты мне, Отец Небесный, дал, то есть о своих учениках. Пусть человек не родил, точнее, не родил ученик Христов, но всё-таки ученик, всё-таки он верит. Вот тогда можно. Ну и, конечно, нельзя в церкви молиться за протестантов, хоть они вроде и верующие, но церковь не принимают, и за католиков, еретиков, которые вроде даже, как бы у них католики из своей церкви, но это не наша церковь. Это уж Богу и судить, кто как спасается, мы на это, конечно, дерзать не должны. За протестантов, католиков поминать в литургии нельзя, хотя записка по молитву, пожалуйста, нужно их написать, и за них батюшка помолится на моливне. Дело в том, что почему мы не поминаем людей не крещённых или не верующих? Ведь во время литургии священник поминает частичку за этого человека, который его символизирует, и она потом погружается в кровь Христова в конце литургии, и омываются грехи. Вот что здесь происходит? Происходит сугубая благодать Божия, взливаясь на человека. Но для грешников благодать – это огонь попаляющий. И вот такое действие отношения людей, не готовых принять Христа сознательно, оно может выживать, наоборот, жесточение. Я знаю случаи трагические, когда, даже помню один, женщина говорила своего мужа венчаться, а тот был практически атеистом. Даже он, наверное, маловерно что-то назвать нельзя было. Он подумал, ну, хочет жена любимая. Ну, что, я не мужик, не постою, там, 50 минут, так сказать, на кого-то коврике в храме, что ли? Вот ради любимых жен, это не то сделаешь. Вот, ну, то они и венчались, развелись вскоре. 40 лет жили вместе. А после венчания и развелись очень быстро. Расточение? Расточение мужа, жесточение возникло на жену. Вот такая реакция души бывает у человека, когда он не готов. Поэтому это запрещение, это не просто такое, знаете, юридическое дисциплинарное изыскание. Ах, вы не наши, ну и вот не будем вам ничего хорошего делать. Нет, это чтобы хуже не было. Церковь никогда не подходит юридически, дисциплинарно. Она подходит по любви всегда. Если она ничего запрещает, чтобы человека не было хуже. Молиться в этом случае, если человек все-таки некрещеный, или, может, крещеный, но неверующий, дома, надо молиться дома, за него, читать псалтырь, заказывать молебны, читать покаянный канун, например, очень хорошо, канун Плесной Богородицы, то есть пребывать в неком доступном молитвенном подвиге для этого человека. И смысл этого подвига не просто, чтобы он там вступил в хороший вуз, у него было хорошо здорово, была хорошая зарплата, ну и так далее, все, что к этой жизни относится. А смысл в том, чтобы человек обрел веру. Вот это смысл этих молитвенных подвигов домашних, да, и там даже добрые дела делать, милки себе давать, чтобы человек обрел веру, обрел веру Христа. И, знаете, многие женщины, таких мужей, которых, ну, никогда они, женщины, не послушают таких профессиональных вопросах, а вообще в духовной жизни люди друг друга не очень склонны слушать, если они к этому не готовы это воспринять. Мужья, которые были там, полковников ФСБ, там банкиры, ну и так далее. То есть такие очень волевые весьма люди, очень волевые, жесткие волевые люди. Вот женщины молитвой, жены их молитвы, перевели их к раму. Сейчас они стоят, каются, молятся, и все хорошо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.